Какую дельту получат зависимые переменные, то есть дельта y? Насколько увеличится доверие законодательной системе? Обычно интерпретируют так. Если у нас этот предиктор увеличивается на единицу, мы умножаем единицу на коэффициент и получаем 0,228. Это и есть дельта y при увеличении данного предиктора. Но это актуально только когда у нас предикторы между собой не коррелируют. Надо это проверить. Снова запускаем регрессию. Идем в Statistics и ставим галочку Linearity Diagnostics, потому что корреляция между собой предикторов – это как раз и есть мультиколлинеарность. Запускаем снова и получаем, что коррелируют между собой наши предикторы, что неудивительно, конечно. Смотрим на параметр Tolerance. Он изменяется от 0 до 1. 1 – это очень хорошо, значит, предиктор ни с чем не коррелирует. 0 – это очень плохо, значит, он коррелирует с другими предикторами, у которых тоже низкий Tolerance. И обратная величина VIF, коэффициент разбухания и дисперсии, от 1 до плюс бесконечности изменяется. Если от 1 до 2 – приемлемо, если выше 2 – плохо, значит, корреляция с другими есть. Причем речь здесь идет именно о линейной корреляции. Что в этой ситуации делать? Если мы знаем, что эти два предиктора между собой коллибируют, значит, при изменении доверия политикам изменится и доверие парламенту. Оно, в свою очередь, тоже даст свою дельту. Вопрос в том, насколько изменится доверие парламенту. Чтобы это узнать, надо построить вспомогательную регрессию. Еще раз заходим в регрессию и меняем в качестве зависимой переменной доверие парламенту, ставим. Запускаем и видим, что коэффициент 0,82. Это и есть приращение второго предиктора при изменении на единицу первого предиктора, то есть доверие политикам. Что тогда получится? Получится, что при увеличении на единицу доверие политикам, доверие парламенту изменится на 1 умножить на коэффициент из вспомогательной регрессии, то есть 0,82. Вот эта единичка нам даст после перемножения на свой коэффициент, нам даст 0,227. И там дальше знаки идут. Эти 0,82 после перемножения на свой коэффициент...